Сегодня мы рассмотрим агрегацию данных. На позапрошлой лекции мы смотрели описательные статистики. Так вот, агрегация данных это описательные статистики в каких-то разрезах. И возьмем, я решил взять одну из самых популярных задач сравнение зарплат мужчин и женщин. Загрузил необходимые библиотеки, данные, DF-инфо, просто чтобы не тратить время. И давайте приступим. На DF. И первая функция, которую мы рассмотрим, группбай. Позволяет нам группировать данные. Соответственно, нам нужно по какой-то переменной сгруппировать. Мы берем переменную ваш пол. Давайте вот отсюда ее возьмем. Далее нам нужна переменная, из которой мы извлекаем значение. В нашем случае это зарплата. Зарплата и функция. Давайте посмотрим сразу медиану. Медиан. Заряжаем. И смотрим. У нас для женщин медианное значение зарплаты 60 тысяч, для мужчин 98-750. Возникает вопрос, справедливо это или нет. Ну, наверное, смотреть просто мужчин и женщин, это не совсем корректно. И поэтому следующий разрез, который мы можем посмотреть, можем предположить, например, что у нас просто здесь больше присутствует женщин более низкого уровня в должности, в наших данных. И поэтому сравнивать нужно не просто по полу, а еще добавить разрез, уровень должности. И для этого давайте я вот так вот скопирую, оставлю это. И напоминаю, что файл вы можете у меня попросить, если подпишетесь на мой телеграм-канал. Я вам дам ноутбук и данные. И мы добавим к полу еще и значение уровня позиции. С какого уровня позиции вы ушли из компании. Даже, наверное, ну сейчас сделаем так, а потом я поменяю. Мне кажется, уровень позиции нужно поставить там чуть левее. Ну сравним. Итак, получаем вот такую картинку. И про что я вот только что говорил, мне кажется, удобнее было бы левее в индексе поставить уровень позиции, чтобы сравнивать непосредственно мужчин и женщин. Поэтому я вырезаю, ставлю сюда уровень позиции. И запустим. Итак, смотрим, да, и мы видим, что у нас ведущий специалист, старший специалист женщины получает медиану 60 тысяч, мужчины 90 тысяч, начальный уровень 27-30, пожалуй, самые близкие значения. А руководитель высшего звена, вы видите, различие в 40 тысяч рублей по медиане, да, там 130-170 тысяч рублей и так далее. И вот, кстати говоря, видите, у нас есть определенный косяк данных. То есть у нас откуда-то вытащился специалист, в то время как все должности имеют заглавную, да, капитал, первую букву здесь, вот, не заглавную. Но это тема там в наших последующих лекций, как чистить данные, как их изменять. Но вот, тем не менее, видите, да, хороший урок. Если только хотя бы одна буква не в верхнем регистре, не соответствует, это уже получается отдельная категория. Окей. Мы хотим посмотреть, теперь еще усложним агрегацию. Теперь хотим посмотреть не просто медиану, а давайте добавим, возьмем минимальную, медиану и максимальную. Вот просто так. Наша уже знакомая нам функция. Не забываем квадратные. Скобочки. Соответственно, мин, медиан и max. Заряжаем. И смотрим, да, у нас, мне вот, хочу посмотреть на руководителя высшего звена. Ну, то есть, вот, для женщин максимальное значение руководителя высшего звена получает миллион сто тысяч рублей. Ну, и не так уж это плохо. А мужчины у нас получают один миллион восемьсот тысяч рублей максимальное значение. Ну, и, соответственно, медианное значение. Сравниваем, да, то, что мы посмотрели. А вот здесь десять тысяч рублей, но это показатель того, что на самом деле у нас данные нужно основательно чистить, да, потому что очень сложно представить себе руководителя высшего звена с зарплатой в десять тысяч рублей. Ну, очевидно, да, это какие-то косяки. И это тоже предмет там рассмотрения. В качестве там домашнего задания, если вы будете работать с моими данными, да, можно посмотреть, сделать срез по HR, да, просто выделить выборку HR и посмотреть то же самое зарплаты для HR. Окей, мы двигаемся дальше. Посмотрели формулу в GroupBuy. И следующая формула для агрегации данных PivotTable. Такой синтаксис у нее. PdPivotTable. Те, кто хорошо знают Excel, я думаю, логика здесь будет предельно понятна и проста. Потому что действительно это сводная таблица. Здесь мы указываем наш DataFrame DF. Первое. Мы указываем значения, которые будем агрегировать. И в нашем случае это ZP, зарплата. Я вам рекомендую обязательно посмотрите, погуглите и найдите формулу PivotTable, да, чтобы уложилось все это в голове. И далее мы указываем строки, но в логике PivotTable это индекс. Давайте я пропишу, пускай будут те же самые данные, также с какого уровня вы ушли из компании. И далее мы указываем колонки. Вспоминаем сводные таблицы, там есть строки, есть колонки, есть то, чем заполняется значение. Да, по аналогии с Excel. Так вот, значение это зарплата, строки или индекс, это уровень позиции, и колонки ваш пол. Запускаем и получаем вот такую таблицу. И вы видите, да, чем она отличается. У нас ваш пол уже не в строках, не в индексе, а в колонках, в переменных. Окей, мы получили значение. И вот здесь важный вопрос, а что мы получили, собственно говоря. Так вот, по умолчанию, по дефолту считает, pivotable считает среднее значение. И обратите внимание, сразу, да, мы получили мусор у наших данных, какой-то специалист. Вот это очень важно, да, в дальнейших лекциях мы будем смотреть, как чистить наши данные. Но просто сейчас я пока не буду чистить, но обращаю ваше внимание, что даже если там одна буква расходится в регистре, это уже отдельная категория. И безусловно, с этим нужно работать. Возвращаемся к функции и говорим, что мы с вами посчитали здесь по дефолту среднее, да, а если мы хотим посчитать медиану, указываем аргумент eggFunk и вот здесь, ну, либо медиану можно посчитать, давайте допущу. Сейчас мы получили медиану, либо сразу давайте укажем, например, два показателя, пускай будут средние. Получили. Окей. Вот таким образом мы можем агрегировать наши данные в рамках pivot table сводной таблицы. И последнее, чего я здесь не указал, то, что есть в сводных таблицах, это агрегированные результаты по строкам и по колонкам. И это указывается через mergence. Укажем true. И получаем. Посмотрите, у нас появилась строка all, которая считает среднее и медиану по мужчинам, женщинам и вообще по всем. и то же самое по строкам. То есть у нас по ведущему специалисту, ведущие специалисты в среднем получают 70 тысяч рублей и так далее. Руководители высшего звена 150 тысяч рублей, да, они получают. Но это достаточно странная статистика. Мне кажется, руководители высшего звена должны больше получать. Ну, вот такие результаты. Окей. Вот этого уже достаточно для того, чтобы получить какие-то агрегированные статистики. но мы не рассмотрели тот вариант, когда мы хотим посмотреть, то есть вот все, что мы до этого делали, да, в групп бай и пивот тейбл, мы агрегировали количественную переменную, то есть зарплату. Мы смотрели среднюю, медианную и так далее. Вот если мы хотим просто сравнить, сколько у нас на каждом уровне там мужчин и женщин, или наоборот, даже более корректная наверное задача стояла бы так. Нам нужно и сколько среди мужчин специалистов какого уровня там ведущих специалистов, да, то есть условно говоря там есть подозрение, есть гипотеза, что среди мужчин больший процент будет руководителей высшего звена, чем у женщин. Это уже сравнение двух факторов. Так вот, да, запомните групп бай и пивот тейбл используется чаще всего для агрегации количественных переменных по каким-то факторам, в разрезе каких-то факторов и есть у нас еще функция pd crosstab, которая позволяет смотреть соотношение категориальных переменных. pd crosstab и здесь в это та же самая сводная таблица мы указываем дф уровни позиции и следующая это колонки. Колонки это ваш пол. Но обратите внимание различия. Вот здесь мы указали данные дф а здесь мы прописываем всю переменную. то есть не указываем отдельно дф как датасет. Вот таким образом и вот здесь нам достаточно этого чтобы построить сводную таблицу и мы получаем вот такую сводную таблицу. Здесь важно что нужно запомнить и с чем можно еще работать и это есть там в эксцельских сводных таблицах мы получили абсолютные значения. Задача у нас сравнить сколько у нас сколько у нас среди мужчин и женщин специалистов каких позиций. Здесь кстати говоря все таки давайте вот этого специалиста удалим и заодно вспомним и узнаем еще одну функцию фильтра которую я вам к сожалению не показываю. Напишу df1 далее мы делаем df df с какого уровня позиций вы ушли из компании и вот здесь обратите внимание мы на одной из наших прошлых лекций изучали правила фильтрации и мы можем например указать все уровни позиций специалистов чтобы их отобрать в dtc df1 но это не очень удобно и не очень здорово поэтому гораздо проще копировать специалист изменить два знака равно на знак не равно и знак не равно пишется через восклицательный знак равно и далее указываем специалист вот эта запись обозначает что мы хотим отобрать в наш датасет все уровни позиций кроме уровня специалистов давайте запустим и сейчас проверим правильно ли мы отобрали наши данные естественно меняем на df1 проверяем и смотрим да специалист у нас пропал он был один да вот и для чего я это сделал сделал я в этом во многом для того что нам нужно провести нормализацию и если бы мы сейчас проводили нормализацию там по колонкам да и не только по колонкам а у нас бы вот эти значения они создавали просто шум а нормализация это получение процентов или получение отношений указываем дополнительный аргумент нормализ и вот здесь у нас есть три возможных варианта это абсолютно соответствует тем опциям которые есть в excel есть опция all то есть мы проводим нормализацию по всему датасету и интерпретируем мы получили допустим 15 61 67 так вот мы говорим с вами что всего от всех данных по всем респондентам ведущие специалисты женщины составляют 15,6 процентов соответственно там руководители среднего звена женщины представляют 14,8 процентов но наверное это не самое удобное представление по той простой причине что у нас мужчин в вопросе просто меньше ну там потому что в основном отвечали HR да и поэтому это наверное не очень здорово мы можем сравнить по строкам и обращая ваше внимание опять же здесь логика у нас не ролл а индекс и можем посмотреть проценты по строкам и говорим что у нас среди всех респондентов ведущих специалистов 59% женщин и 40,5% мужчин вот вот здесь уже ближе к тому получению ответа да на наш вопрос мы можем отметить например смотрите среди руководителей высшего звена 57% женщины 42% мужчин то есть мы можем там уже догадаться и понять что действительно мужчин среди руководителей высшего звена процент чуть больше но и это тоже наверное не самое корректное представление для нашего вопроса более подходит вариант когда мы нормалайз указываем колумс мы хотим нормализацию провести по колонкам то есть проценты должны быть по колонкам колумс и вот сейчас получаем то что нужно то есть мы говорим что среди всех женщин респондентов руководители высшего звена составляет 14 и практически 15 процентов мужчины составляет 16 процентов ведущие специалисты ну вот здесь 26 процентов здесь 27 и так далее мы видим с вами что ну вот наверное достаточно такое зримое различие это по специалистам 24 процента среди женщин специалисты и 20 с половиной процентов это мужчин в дальнейших лекциях мы будем рассматривать с вами основы математической статистики и ответим с вами на вопрос нужно будет мне это запомнить и ответим с вами на вопрос являются ли эти различия значимые можем ли мы сказать что на статистически значимом уровне у нас женщин специалистов в процентном отношении больше чем мужчин и там руководителей высшего звена мужчин больше чем женщин пока мы просто зафиксировали вот такие описательные статистики и так мы сегодня посмотрели с вами три формулы группай пивот тейбл и кросс таб которые позволяют нам агрегировать как числовые количественные переменные так и категориальные на этом все я вот этот ноутбук закрываю давайте я его назову знакомство знакомство с пандас или даже знакомство с дата фрейм и того у нас на сегодня есть два ноутбука один по загрузке данных другой вот этот большой ноутбук который включает в себя обширный объем тем мы загрузили данные и смотрим на сам дата фрейм опции дата фрейма какие колонки какие у нас переменные типы переменных индекс мы смотрим на сортировку в этом ноутбуке как можно сортировать смотрим на фильтрацию в количественные переменные по датам и так далее и смотрим описательные статистики вот здесь я с индексом работаю да и чуть ниже вот здесь у нас описательные статистики и пропущенные значения и плюс сегодня мы еще посмотрели на агрегацию данных то есть вот этот ноутбук включает вот эти темы знакомство с дата фрейм еще раз напомню да если вы хотите его получить пишите через телеграм-канал подписывайтесь на телеграм-канал я вам скину этот ноутбук на этом все пока-пока до встречи на следующих лекциях и и и и и и